Приветствую, друзья и земляки мои в Дагестане. Вот мы проводили сейчас обучение специалистов для работы после терактов, чтобы они могли более успешно выводить людей из шокового состояния. А я сам был в шоке. Почему? Потому что вдруг там одна девочка, очень милая, очень умненькая, очень хорошая девочка, вдруг мне заявляют, что она читает мои книги, а оказывается не знает, что такое идиомоторный рефлекс. Оказывается, она не знает, что есть движения механические, вот я делаю движения механические, снимаются зажимы нервномышленные, а есть идиомоторные рефлексы, то есть я вообразил себе, что рука пошла наверх, а это в сторону, и они так и пошли автоматически. Оказывается, этого не знают. Ну как это может быть? И поэтому у меня был шок, потому что именно здесь внимание, а этот цветок ромашка теперь сегодня ей посвящается, внимание, потому что именно при использовании, сочетании механических повторяемых движений в ритме текущего состояния, напряжения, как мама подбирает ритм покачивания ребёнку, именно перебирая, подбирая и имея в себе такие действия, которые вам подходят, то есть в резонансном моменте, снимается стресс. И во-вторых, когда вы подбираете себе идиомоторные приёмы, потому что это именно те действия, которые выводят нас в нулевое состояние, то есть по существу, они называются по-разному. И каждый год их по-разному называют. То называют там триггерный переход, то называют квантовый переход, то называют... Ну, Аладжалова называла в своё время именно триггерный переход. На самом деле в этот момент биоритмика мозга меняется. Если человек находился в жутком стрессе и ничего не слышал, ничего не понимал, у него только там стрельба или убийца, или там что-то перед глазами, как только глаза закрывает, ему плохо, то если он делает те действия, которые совпадают с текущим моментом, а именно те действия, которые ему хочется делать, ну, например, кричать, а он не кричит, потому что не положено по культуре, или плакать, или зевать, а потому что не положено по культуре, закрыли двери, пять минут в день. Это самая современная технология медитации, которая приводит к нирване. Об этом же мы будем говорить с Романом Газенко. Что значит слова? Да, что значит вербализация? Ну, каждый раз смысл слов меняется, ну, представляете себе, раньше говорили квантовый переход, потом триггерный переход, потом это, потом, я говорю, идеомоторные рефлексы, показываю это, а она, оказывается, не знает. В книгах у меня всё это написано, она читала, и почему я был шокирован? Потому что это специалист, который будет помогать людям выходить из шокового стресса, она в доминанте, она даже не знала, что это такое. И вот поэтому мы проводим с Романом Газенко вебинар в среду, 20 часов. Потому что смысл слов каждый раз меняется, а Роман Газенко у нас психолингвист, он объясняет, как быть в условиях неопределённости. Ещё раз, ромашка для этой девочки, она умница, и все молодцы такие, я был так счастлив, что мы вышли, и по-человечески поговорили, и понимаем друг друга с полуслова, а чтобы вообще без слов понимали, а сразу, как с одного дыхания, с одного намёка. Ещё посмотрите мою картину. Этот такой восточный принц, задумчивый, а у него колечко на пальце, видите? А глазки какие, глазки какие. А там вот вчера говорил руководитель, который она собирала всех, она сказала, как важна арт-терапия. Я показал вчера, что я на международных конгрессах парт-терапии, синтез науки, медицине и искусства делал заклады, потому что я в этом разбираюсь, поэтому я вам картины и показываю, потому что в каждой из этих картин капля души. А вон там велосипедист, который колёса сансары, видите? Судьба. Несёт нам благую весть. И вот эта весть, одна на самом деле. Она написана в этой картине. Это у нас Матерь Мира. Матерь Мира. Да, смотрите глаза какие. Внимательно смотрите. Да. И будет вам легко и хорошо. И вот арт-терапия, музыка-терапия, синхро-гимнастика, которая у нас в учебнике по физкультуре. Всё это специалисты должны знать. И своим пациентам, клиентам рекомендовать. Почему? Внимание. Я сейчас закончу. Внимание. Человек от любого теракта, от любого эмоционального потрясения содрогается. Иногда зависает. Никак не может успокоиться, никак не может уснуть. У него всё время, ну а если ещё и потери близких. Тем более. И ему надо жить. Ему надо жить. Потому что у него могут быть дети, у него могут быть родственники, он должен быть полезным. И поэтому годы, много лет назад, когда были там первые теракты, там в Москве, потом в Волгодонске, в Каспийске, в Беслань, ну много людей, которые сочувствовали, переживали, а я тогда в газетах сказал, тогда я в газетах тоже выступал, что долгий траур по погибшим, дополнительный теракт. Если террористы хотели, чтобы вы были травмированы, то чем дольше вы травмированы, они свою задачу стало быть, выполнили, чтобы вы были оглушены, шокированы, травмированы, потеряли опору под ногами. Давайте ещё раз мы встретимся. Участники наших встреч по нашей спецпрограмме закрытой, где идёт подготовка специалистов в курсе дела, пусть подписываются на наш канал, пусть смотрят сейчас, получают эту ромашку, получают удовольствие от того, что я очень хочу, чтобы на следующей встрече дать вам инструменты, которые ещё, ещё более современные, чем те, которые вы могли читать, которые могли слышать на моих роликах или смотреть на бесплатных ликбезах. Я вам дам такое невероятное, от которого вы будете, конечно, как профессионалы, в восторге. Ну, давайте подписывайтесь на канал Телеграм мой, на платформу в Телеграме, как помочь себе, и на Ютуб-канал, чтобы получать всё время новости. Потому что мы сейчас занимаемся, и особенно вот будет у нас с Романом Газенко, с нашим психолингвистом, вебинар, в среду, 20 часов, чтобы все уровни сознания, подсознания и организма были согласованы. Вот для этого и даётся время, которое лечит. На самом деле даются наши приёмы, которые ускоряют это время, сокращают время. Я, например, могу укладывать вопросы, которые обычно мне требовались для решения. Там месяц, чтобы подумать, как решить. За одну ночь. Потому что я знаю, как это сделать, добавив туда эти приёмы. Поэтому, конечно, время лечит, потому что даёт возможность отстояния от ситуации, посмотреть на ситуацию со стороны, увидеть. Главное, выйти, так сказать, из эмоционального потрясения, чему мы, собственно говоря, в нашей школе человек будущего хомофатурс, и особенно на формате подготовки специалистов, как раз таки этим и занимаемся. Друзья, открывайте свои таланты, открывайте свои способности, и я помогу каждому из вас и всем вместе. Это то, что нас держит на этой земле. Человеческие качества, человеческие способности, таланты. Когда вы открываете своё любимое дело, занимаетесь любимым делом, вам всё равно, кто наступил вам на сандаль в автобусе. А когда вы не занимаетесь любимыми делами, вы этим шокируетесь. До встречи, друзья. Итак, до связи, до связи. Рисуйте, пейте, танцуйте, улыбайтесь, спите больше, потому что, кто плохо спит, у него проблемы нарастают. Высыпайтесь. Время там тоже появляется. И так, время лечит, а мы этому помогаем, сократить это время. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...